Считанные секунды и спасатели на борту. Вертолет набирает высоту. Сотрудники региональной поисково-спасательной базы разделились на две группы. Те, кто впервые десантируются с высоты 800 метров на парашютах с круглым куполом. Задача второй группы та же – приземлиться в условленной точке. Только прыгают они с большей высоты и с парашютом типа крылом. Для Алексея Андреева это уже 35-й прыжок. Нормально. Год не прыгали. Размочили. С какой высоты прыгали сейчас? 1200. Страшно вот такие моменты или здесь не до страха? Да нет, не страшно. Нормально. Места страху здесь, конечно, быть не может. Все спасатели – высоко квалифицированные специалисты и постоянно совершенствуют навыки, которые необходимы при выполнении производственных вылетов. Причем прыжки с парашютом – лишь часть тренировки. Важно отработать и десантирование с борта вертолета на спусковых устройствах. Спуски на землю производятся с высоты 20 метров. Для десантирования спасатели используют так называемые суры с прочной веревкой. Такие спуски называются контрольно-проверочными и выполняются для восстановления навыков десантирования. Одна из самых сложных задач воздушной тренировки – десантирование на воду. Вертолет берет курс на голодную губу. Это несколько десятков километров от Нарьинмара. Внизу уже ждут коллеги, которые будут контролировать тренировку из лодки. Спасатели облачаются в гидрокостюмы, спасательные жилеты и ласты и приступают к самой ответственной части. Первой группой на воду спускаются спасатели, которые будут изображать терпящих бедствия на море. Сделав круг, поисково-спасательный вертолет подлетает к условленному месту происшествия. На воду высаживаются двое спасателей и имитируют спуск авиационного спасательного плота. Задача спасателей – затащить терпящих бедствия в лодку и вызвать по рации вертолет, а после эвакуировать пострадавших на борт воздушного судна с помощью вертолетной лебедки. Этот сценарий тренировки отрабатывается на случай масштабного происшествия на морском или авиационном транспорте. Затем спасатели и пилоты разыгрывают следующий сценарий. По легенде, на воде обнаружена небольшая группа людей. Для быстрой эвакуации спасатели используют специальную корзину. Колоссальная нагрузка в таких тренировках ложится и на плечи экипажей. Пилоты, которые участвуют как в тренировках, так и в спасательных операциях, проходят специальную подготовку и имеют большой опыт в полетах для того, чтобы, например, отработать навыки висения над водой. Над водой, да, действительно сложно, потому что нет ориентиров неподвижных, такие, которые есть на земле. На воде всегда создается волнение, создаются ряпи от воздушного винта, от потока от воздушного винта. И это усложняет выдерживание места висения. Поэтому, благодаря таким тренировкам, мы вырабатываем вот этот навык, вырабатываем еще раз взаимодействие, да, и начинает получаться. Такие тренировки нужны и для спасателей, и для пилотов. Ведь, когда случается беда, права на ошибку нет. Должно быть выработано четкое взаимодействие между экипажами и командой спасателей. Важна каждая деталь, каждая мелочь. Здесь отрабатывались вопросы взаимодействия между экипажами и спасателями в разных аварийных ситуациях на воде. То есть, когда у нас много пострадавших, мы должны были бы десантировать плац средства, поднять на них этих пострадавших. Когда их немного, в таком случае можно использовать вот корзину, как это было в крайнем подъеме, да, когда осуществляет этот подъем. И это все несколько сперяет процесс. При всей вот этой вот долгой круговерки, здесь самое главное, чтобы было отработано это взаимодействие между спасателями и экипажами. В воздушной тренировке также приняли участие и десантные группы окружной поисково-спасательной службы. Кстати, большая часть реальных операций по эвакуации на Арктическом побережье проводятся асами из Ненецкого округа.